Всем добра. Сегодня я стану молодым Шерлоком Холмсом и распутаю свое первое преступление. Не буду вдаваться в детали и подробности, об этом будет отдельное видео, переходим сразу к делу. Квест призраки прошлого. Если найти правильного убийцу, то отсыпят целых 80 монет. Как только вы заключите пари с воображаемым другом Джоном, а Шерлок прям прется от пари, и начнете распутывать загадку с забытой тростью, запустится задание с медиумом. Вкратце ситуация следующая. Лорд Крейвен, которому кстати и принадлежит трость, вместе со своей любовницей решили посетить сеанс местного оракула и медиума Луки Галичи. Неожиданно началась заварушка и со стола пропал бриллиант размером с куриное яйцо. Вот пропажу этого камушка нам и предстоит для начала разгадать. Осматриваем лорда Крейвена и понимаем, что перед нами заскучавший богатей, который не знает куда потратить бабки. На медиума можно внимания не обращать, он занят тем, что пытается не испачкать одежду кровью, которая хлещет из разбитого носа. Потом изучаем стол и пять улик. Подставку под пропавший бриллиант, опрокинутый бокал, сигару и стакан виски, и зеленую жижу, пролитую на столе. Не забудьте обратить внимание на брошь, приколотую к сюртуку, висящему на стуле. Потом смотрим на сломанный стул у двери. Теперь можно помедитировать, чтобы восстановить картину происшедшего. В чертогах разума рассаживаем участников дебоша. С краю сидел лорд, посередине напротив двери дамочка, а напротив лорда сидел лука, в которого и полетел стул. Как только картина воссоздана, выясняем, что женщина увидела кого-то в окне и закричала. Выходим из комнаты и обнаруживаем под окном отломанный каблук. Переходим в режим спаниэля и идем по следу за хозяйкой каблука. Ею оказывается местная горничная. Поднимаемся на второй этаж и находим нашу эфиопскую золушку. Расспрашиваем ее о случившемся, чтобы подтвердить наши догадки. Потом можно спуститься снова в комнату, где проходил сеанс. Но единственное, что Шерлок может там узнать, что все уже ушли. Так что лучше сразу отправляемся в номер 226. Перед дверью шепчется горничный. Если послушать их треп, можно выловить ценную информацию. Выбираем варианты. Пыталась напоить мужа, не умеет пользоваться ножом для рыбы, держалась настороженно. Порядок появления фраз рандомный, так что сами ищите нужные. Заходим в комнату и выясняем, что за эти пару минут кто-то успел придушить леди Крейвен, которая ею на самом деле не была. Разговариваем с лордом и обследуем труп. Изучаем шею, алмаз и сумочку. Потом осматриваем трюмо. В шкатулке обнаруживаем второе дно и изучаем кольцо с мотыльком, деньги и еще одно кольцо. Не забываем изучить косметичку. Потом внимательно обследуем хлипенький замок на двери и отправляемся в соседнюю комнату. Изучаем столик возле дивана и письменный стол, где можно найти два письма. Здесь мы почти закончили. Осталось поговорить о находках с Крейвеном. Показываем ему улики и теперь точно все. Второй подозреваемый, Лука Галичи, заперт в своем номере, а ключ находится у портье. Спускаемся на ресепшн и берем ключ от 225 номера. Осматриваем шарлатана и составляем портрет бывшего вора. Переходим к столу и изучаем улики. Главный интерес для нас представляет жижа в банке, с которой надо тут же провести химический эксперимент. Тут все очень просто. Болтаем с Лукой про царапины на руке и брошь в виде мотылька. Теперь у нас есть все улики, чтобы распутать дело. В чертогах разума объединяем улики. Кольцо с мотыльком и брошь. Лука и лорд в соседних комнатах, замок легко вскрыть. Свежие царапины и задушенную Эмму. Письмо о компенсациях за побои и разбитый нос медиума. Воровство Эммы и обвинение в кражах слуг. Еще раз с царапиной, но уже с неосторожными слугами. И в новой точке выбираем вариант, что это Эмма расцарапала Луке руки, когда отбивалась. Также тот факт, что алмаз был ближе всего к Эмме, объединяем с кражей во время сеанса. Дальше выбираем вариант, что алмаз оставил именно убийца. Потом выясняем, что Лука мог узнать в Эмме воровку. И тот факт, что Лука мог знать, что Эмма хочет его обвинить в краже. Не особо долго думая, Шерлок решает, что настоящий убийца Галичи. Который убил свою бывшую напарницу, из-за которой вся банда мотыльков попала в тюрьму. Но убийство есть убийство, поэтому Луке прямая дорога в каталажку. Кстати, если обвините в преступлении Крэйвена, то получите всего лишь 30 монет вместо 80. Первое преступление раскрыто. Вам добра, мне лайки, а я пошел распутывать следующие дела. Субтитры создавал DimaTorzok